Привет, бро! Сегодня будет небольшой видосик по Ханкай Стар Рейл. Посмотрим аккаунт. У меня он абсолютно не донатный. 46-й уровень освоения, 47-й уровень боевого пропуска. Разумеется, покрутим Дзинь Юаня. А ты не забудь подписаться на телеграм-канальчик, на котором выходят сейчас не только обзоры игр, но и обзоры некоторых аниме-сериалов. И нахожусь я, кстати, не просто так в данной локации, в бойцовском клубе, а в локации Камнеград, рядом с доктором Гигом. А потому что скоро у него начнется событие, событие на бойцовский клуб, где мы должны будем сражаться с роботами. Находится он в бойцовском клубе, территория Камнеград. Ну, давай быстренько пробежимся по замечательным моим персонажам. Я зелью не крутил, я копил крутки на какого-то другого интересного персонажа. Просто зелья реально, ну, она вообще у всех. И также я своему первопроходцу не стал менять путь, потому что при смене, если нажмем, у нас идет на сохранение, но идет на огонь. А огонь мне не нужен, потому что у меня есть химека, есть вельт, есть броня. Броню мне, кстати, вообще дали за 50 круток, это была их акция, я, конечно, ждал что-нибудь другое. Ну да ладно. Ну и самый кайфовый у меня это господин вельт, который, кстати, еще и приносит кредитики. Часто его нанимают другие игроки, чтобы проходить какие-то активности. Ну давай пошли роли. Не знаю, что упадет. Конечно, хотелось бы это за него, Аня, очень хотелось бы. 67 круток, ну и давай погнали первый прыжочек. Очень мне нравится данный персонаж именно по своей концепции, по своей философии. Потому что он вроде ленивенький, но всегда все грамотно и четко выполняет. Хрень упала, да? Нет, новое. По персонажам у меня этого не было. Но мне она не нужна. Да, кстати, ребята, если вы не хотите крутить занявания, то абсолютно нормальная альтернатива. Да, чуть-чуть послабее, но такую же функцию может выполнять сервал. То есть, да, тоже масс-электро-урон. Но занявание, конечно, будет поинтереснее уж у нас. Дубликат Марта. Ну, кстати, у меня сейчас Марта ушла немножко на второй план. Больше у меня за выживаемость отряда отвечает Наташа. Ша-а-а-а-а-а-е-есть. Есть, ребятушки. Вот она, первая попадалочка. И это на самом деле классно, потому что я не просто так его уже кручу. Я же на него уже и накопил реза, чтобы его проапать. Ну, вряд ли, наверное, сейчас упадет. С двух прыжков опять он. Зато упал нам какой-то интересный конус. Надо будет потом его глянуть. Ну и последний прыжочек. Может, не последний, кстати. Потому что в магазине же есть еще раздел кэшбэка. И там, возможно, что-то нам опять Март. Ну, ладно. Так, в магазинчик идем. Кэшбэк у нас есть. Кэшбэк у нас есть. Сколько мы можем взять? Еще три билетика. Ну, по-моему, опять на десятку у них нет. Как раз последняя десяточка. Делаем прыжочек и ждем. Надеемся. Ну, хотелось бы, конечно, еще одно вот занимание. Но это будет, наверное, слишком жирно. Хо-хо. Аж два выпало ее. Два. Ну, посмотрим, кстати, что за герой. Так, на Март у нас, понятно, идолоны выпали. Да, вот он настоящий мужчина. Будем ему сейчас его прокачивать как только можно. Он у меня пойдет восьмым. Ну, вместо сервал. Я заменюся им сервал. И выпало мне Тинь Юнь. Гармония тоже Электр. Ну, она мне, наверное, абсолютно сейчас не нужна. И на Сушан выпали тоже идолончики. В общем, такой небольшой видосик. Пиши, что думаешь. Пиши. Ты ролил Зелю? Будешь ролить Зинь Юаня? Или ты будешь копить на Кавку? Возможно, либо следующим, либо уже после следующим будет именно в рулетке госпожа Кавка. Ну, не забудь подписаться на Телеграм-каналечки. Буду тебе везде читать. Буду тебе везде отвечать. Обнял, приподнял. И до встречи на следующем видео.